Первый урожай январских огурцов собрали в совхозе Горьковский. Раньше первые огурцы собирали там только в феврале. Из-за нехватки света вырасти быстрее они просто не могли. Сейчас, благодаря внедрению новой технологии светокультура, огурцы стали овощем круглогодичным. Вот эти огурцы и вот эти, они посажены одновременно. Как видно, вот здесь мы уже сегодня собрали 35 килограмм огурца первого, что у нас в истории как бы не было. Обычно мы первый огурец срывали где-то в десятых числах февраля. Это у нас тестовый участок. Здесь мы повесили 280 светильников и пробуем на досветке выращивать огурцы. Это экспериментальная система. Здесь вот видите, очень много ламп. И то есть дополнительное освещение, чтобы хоть лучше росли, быстрее. 24 декабря посадка была. То есть вот небольшое растение мы посадили. С сегодняшнего дня вот уже такие огурцы. Одна лампочка это 400 ватт. На этой площади тратится электроэнергия. Мы порядка 300 киловатт в час тратим на освещение. Круглый год в Сочи. В зимнее время не то, солнышко мало. На той стороне вот маленькие они, а здесь вот такие выросли. По технологии светокультуры они выращиваются в малообъемном грунте. Это вот этот мат. Он представляет собой минеральную вату. Такой же минеральной ватой утепляют дома, утепляют крыши или еще что-то, кровь. Все питание огурца, оно происходит именно вот через капельницу. Получается равномерный рост, равномерное питание. И на всей площади, ну, гарантированно уже результаты одинаковые. А в Турции вы доподлинно не знаете, что там, чем их поливают, да? Как их контролируют, насколько серьезно, да? Наши российские вкусные. Своими руками выращиваем там. Ну, у нас-то отличается, чем турецкие-то. У них толстая кожа там. Запах отличается, аромат. У нас получше. Не знаю, я мне сравнивать не с чем, я только свои покупаю. Свежее, наверное, ароматнее, конечно. Тем более свое, зачем турецкое какое-то. Очень вкусное. Отношения другое. Наши родные. Естественно, наши лучшие. Мы сегодня имеем 6 тысяч, примерно 6 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Это достаточно серьезный объем, но явно недостаточный. Комплексно и с участием новых проектов, и с реконструкцией строительства на площадях существующего комбината мы должны решать эту проблему. Кстати, на сегодняшний день общая площадь тепличных хозяйств в Нижегородской области 15 гектаров. Чтобы полностью обеспечить потребности нижегородцев в овощах, их площадь необходимо увеличить вдвое.